На неделе в Индии Беларусь совершила своего рода бизнес-прорыв. На форуме деловых кругов в Дели просто не хватило свободных мест. Похоже, возможности огромного и пока мало используемого рынка все шире открываются для белорусских предприятий. Парламентская делегация Беларуси по поручению президента готовит перезагрузку экономического сотрудничества двух государств. В Индии открылся сервисный центр для белазов, подписана межвузовская программа сотрудничества с БГУИР. Есть договоренность о создании четырех заводов по производству лекарств. Стороны ставят задачу максимум. Нарастить товарооборот до миллиарда долларов всего лишь за два года. Ольга Петрашевская знает, какие еще отечественные предприятия уже сегодня открыли для себя индийский рынок. Страна не только разных цветовых, но и жизненных сочетаний. Вот что в понимании жителей Индии значит недалеко до работы. Здесь живут, вот мы видим там сушится белье в узких проходах. Здесь же трудятся буквально в метре от дома вот что-то вроде импровизированного СТО. Проходим еще пару метров. Какой-то склад, снова жилища. И даже домашние животные. Вот мы видим курицы, но это еще, друзья, не все. Козел! Привет, дорогой! Где рядом с офисными небоскребами словно все еще ощущается ноша времен, а дорогу с неплохими авто делят колоритные тук-туки. Но достучаться до верхних строчек мировой экономики Индии все же удалось. По темпам роста страна не уступает практически никому, уверенно держась на финансовом игровом поле. Белорусские парламентарии во главе с Михаилом Мясниковичем начали свой визит не с встреч на высоком уровне, а с места, где делегации пришлось нарушить дресс-код в знак уважения традиции. Мемориальный комплекс Раджхат особенно значим для жителей Индии, ведь именно здесь захоронен отец нации Махатма Ганди. Тем же утром встреча с президентом Индии Пранабом Мукерджи. Лидеру южноазиатской страны о Беларуси рассказывать не нужно. Мукерджи посещал нашу страну в июне прошлого года. Тогда же состоялась его встреча с Александром Лукашенко, ставшая стимулом для многих двусторонних проектов. Кстати, красные цветы в вазах перед нашими парламентариями в Индии – символ чистоты и энергии. Отношения между двумя странами и вправду кристально честные, а вот энергии можно и добавить. Михаил Мясникович озвучил Пранабу Мукерджи и инициативу Беларуси установить между ЕАЭС и Индией режим свободной торговли. Обсуждали экономическую, научно-техническую сферы, образование, промышленность и, конечно, создание совместных предприятий. И вот как раз эта тема очень актуальна для директора компании по производству и экспорту лекарств Алока Кумара. Всего в Беларуси построят четыре совместных с Индией медицинских предприятия. Вот одно из них в Бешенковичах. Появление фармзаводов с двусторонней поддержкой позволит уменьшить импорт лекарств, которые мы уже привыкли покупать с зарубежных конвейеров. И эту тему в том числе поднимали на встрече с председателем Верхней Палаты Индийского парламента. Кстати, именно за ним в южноазиатской стране последнее слово при принятии политических решений. Михаил Мясникович заметил, что сотрудничество Беларуси и Индии должно оправдывать уже установившийся высокий уровень доверия между нашими странами, а потому быть многоплановым. Обтекаемость форум здания парламента в свое время вызвала настоящий шквал критики жителей Индии. Кому-то оно напомнило арену для кориды, кому-то мельничное колесо, но со временем люди привыкли и даже увидели свои плюсы в отсутствии острых углов. Ну а подтвердил уже новое мнение о позитивной энергетике даже маленький мусанг. Хищный зверек однажды прятался от дождя и едва не парализовал работу парламента. Но до сезона дождей в Индии время еще есть, так что парламентской делегации из Беларуси не довелось познакомиться с местной фауной. А вот индийские бизнесмены смогли познакомиться с десятками наших компаний на Белорусско-Индийском бизнес-форуме. Желающих навести деловые мосты было столько, что люди сидели на приставных стульях и стояли в дверях. Общая задача для обеих сторон – товарооборот в миллиард долларов к 2018 году. Это почти вдвое больше, чем сегодня. У нас есть все основания перезагрузить наши отношения. И есть стремление к тому, чтобы Индия по-новому открыла для себя Беларусь. Товарное сотрудничество, торговлю надо дополнить инвестиционным сотрудничеством. Мы готовы выступать инвесторами, передавать технологии, новые знания, ноу-хау, носителями которых являются белорусские компании. Мы готовы создавать совместные компании в Индии. Нерешаемых вопросов и задач нет. Если мы договариваемся как партнеры, то есть мы не смотрим, чтобы извлечь в одностороннем порядке выгоду, давайте двигаться достаточно активно как белорусской, так и индийской стороне. Один из конкретных проектов – запуск троллейбусов. В Индии общественного электротранспорта нет, но страна настроена сказать «поехали» экологичным и экономичным машинам. Беларусь же предлагает всю систему под ключ. Контактные сети, тяговые подстанции и, конечно, сами троллейбусы. Проект, предусмотренный для городов Индор и Пхапал, как раз пример регионального сотрудничества, активизировать которое тоже нужно, ведь регион в Индии по размерам не меньше некоторых стран на карте. Население более миллиарда человек и прирост настолько стремителен, что и сами жители страны не сразу ответят, сколько же у них сограждан. Население в Индии примерно миллиард и сто-двести миллионов. Так сто или двести миллионов. Вы застали меня в росток. Заметим, что на те самые пару сотен миллионов человек Индия приросла всего за 16 лет. А это все рынок, причем весьма привлекательный, пожалуй, для любой страны мира. Места на Белорусско-Индийском бизнес-форуме после официальной части опустили почти мгновенно. Деловые люди от слов перешли к делу. МАС, МТЗ, БЕЛАС, Могилевкин-Волокно, Оршанский линокомбинат и другие предприятия закрепили подписями деловое взаимодействие с индийскими компаниями. Мы любим партнеров, как Белоруссия, которые честный партнер, и он знает, что им нужно. Я думаю, что умный бизнесмен в Белоруссии видит его положение, географическое положение. И в это время, если политически идет какое-то движение, оно действительно ускоряет приезд много бизнесменов в Минск. А вот чтобы ускорить приезд в Минск индийских студентов, БГУИР подписал программу сотрудничества с Национальным институтом технологий Индии в Нагпуре. Его специфика – новейшие нано и другие разработки. Сюда вводят стволовые клетки самого человека, которому в процессе вот эта вот форма растворяется. А и натуральная челюсть. Очень важно было бы рассказать это дело моему стоматологу. Здесь же, в Нагпуре, открытие сервисного центра БелАЗ. Наши карьерные самосвалы уже есть в Индии, но страна поставила амбициозную задачу увеличить добычу угля на 300 миллионов тонн уже к 2020-му. Так что наши машины-гиганты принесут дивиденды не только белорусской, но и индийской промышленности. Для нас самое великое событие вообще для сектора горной техники в Индии то, что открылся первый сервисный центр БелАЗ. Будет подготовка приезда господина президента Беларуси, господина Лукашенко. И я думаю, что без политической четкой и твердой поддержки со стороны белорусского правительства мы не могли бы добить тех результатов, которые мы еще и собираемся добить. Конечно, чтобы успешно сотрудничать, нужно знать и культуру, и историю страны-партнера. Поэтому в программе визита запланировали и посещение экспозиции, рассказывающих о прошлом южноазиатской страны. Настоящая же Беларусь и Индия уже не просто отношения купил-продал. И инвестиции, и миллионные контракты, и уникальные проекты. И главная конкретика, которую видно не только на бумагах с печатями. Сотрудничество, напоминающее традиционный индийский чай. Когда лишь добавив несколько ингредиентов, можно получить яркий и насыщенный вкус. Ольга Петрашевская, Дмитрий Травин и Алексей Юнош на неделе о перезагрузке отношений в Беларуси и Индии.